Друзья, ну не знаю, что там будет у вас завтра, а сегодня знаю точно в эфире телерадиоканала Страна ФМ. Вечерний эфир здесь я, меня зовут Маша Новая, и как всегда по традиции у нас замечательные, самые лучшие гости. И сегодня я пригласила в нашу студию Андрея Баринова, пародиста, который умеет разговаривать на разных языках, но не на иностранных. Он говорит на языках звёзд. Привет, Андрей. Привет, на иностранном тоже могу, кстати, да. Тоже говоришь? У тебя есть и английские пародии. Я пародирую Раса Рамазотти, Элтона Джона, Луи Армстронга, Майкла Джексона, Элвиса Прейсли. Ну вот примерно так как-то. Всем привет, всем здрасте. Поку камеру туда, да? А ты можешь на меня просто смотреть и передавать через меня всем большие привет. Я хочу тебя поблагодарить, что ты всё-таки нашёл время, пришёл к нам, но и сразу же у меня к тебе первый вопрос. Сколько вообще насчитывается в твоём репертуаре звёзд, артистов, кого ты можешь пародировать? Сразу скажу, даже не считал, честно. Никогда? Нет. Рекордное количество? Да не рекордное, я думаю, но в пределах разумного. Ну, может быть, голосов 30 там с чем-нибудь есть. Скажи тогда, пожалуйста, с кого ты начинал? А свой считается? Да, свой, конечно. Ну, ты знаешь, стандартная, мне кажется, пародия, когда вот все, кто-то, у кого есть предрасположенность, так скажем, имитировать голоса, мне кажется, все пародируют Ельцина сначала. А, то есть ты сначала не с вокальных пародий начинал? Да, ну знаешь, на самом деле я просто ходил так, знаешь, там самое главное было попасть вот в эту ноту, там типа как... М, о, э, а. Потом уже можно на этих нотах разговаривать, и получался голос. На самом деле, чуть позже понял, что безумно нравится петь, понял, что диапазон позволяет делать какие-то музыкальные такие зарисовки. И вот интересно стало имитировать там, не знаю, и женский вокал, и мужской вокал. Но подожди, чтобы петь, нужно же самому обладать таким голосом. Чтобы спародировать, извини меня, Николая Баскова, нужно же самому очень хорошо петь. Ты занимался где-то музыкой? Ну, знаешь, вообще изначально нигде не занимался. Мне была такая прям мечта, я не знаю, мне всегда снилось в детстве фоно, рояль. То есть мне вот хотелось играть. И когда мне подарили первый инструмент, я просто сидел, подбирал на слух разные там композиции, мелодии. Даже без образования еще на тот момент. Да, мне вот именно было интересно, вот сам процесс подбора музыки, не знаю, в принципе, ноты. И это было, в этом я получал какое-то удовольствие, потому что мне казалось, как прикольно, когда можно подобрать что-то на слух. И позже вот как-то так случайно получилось, что меня стало привлекать все, что связано со сценой, с музыкой. Мне привлекал свет, привлекала сама атмосфера каких-то концертов. Тогда я еще жил в Первоуральске в тот момент, и когда были какие-то большие концерты, типа День Металлурга, День города. И приезжали артисты. Нет, я не выступал. Я тогда как фанат, понимаешь, смотрел на сцену и мечтал, что я когда-то буду на этой сцене стоять. Неважно, на этой, на этой. Но мне вот сам факт сцены, звука, света. Мне казалось, это какой-то другой мир вообще абсолютно. То есть мне он был очень интересен. Поэтому, когда у меня появилась возможность выбирать, куда я хочу, в каком направлении двигаться, конечно же, я всегда знал, что я буду в музыке. Я не знал, как это будет происходить. Я не знал, куда я поеду учиться вообще. Желание было просто быть на сцене, да? Желание было быть на сцене. Знаешь, даже один из интересных таких фактов, я когда дома вот репетировал, бедные соседи, если вы меня слышите, в Перуральске, на Бульвар Юности, дом седьмой, да. Дом второй, представляешь, седьмая квартира, да. Ты представляешь, они, бедные соседи, постоянно слушали вот этот вокал. То есть у меня уже были на тот момент лет, там, не знаю, в 16 уже колонки большие дома. И я, знаешь, выстраивал такой свет, и вот я представлял, что я уже на сцене стою, и мне вот именно не хватало этой атмосферы. Ну, может быть, это вот как-то поспособствовало, как, скажем, вот эти репетиции в будущем. Ну, слушай, соседи-то, понятно, поддерживали твоего творчества, я думаю, точно. Ну, знаешь, как минимум, я тебе скажу честно, никто не жаловался никогда. Не было такого, что кто-то стучался там в дверь или вызывали полицию. Такого не было. Ну, а родители как относились к твоему увлечению? Они тебя поддерживали или хотели? Не воспринимали всерьез, нет. Хотели какую-то, наверное, более такую разную профессию для тебя? Ну, я по вот этому поводу тебе скажу, что бабушке было желание, чтобы я закончил металлургический техникум, и я его закончил. По профессии программист, то есть я в Перваровске четыре года учился, вроде бы четыре. Ты знаешь, цифрами как-то. Вот так все как-то жизненно пролетает, и вот, честно, уже не знаю, но при поступлении, когда я участвовал в первый же там творческий вечер в этом концерте, который организовали мы сами студенты, и вышел директор и сразу сказал, Андрей, зачем? Вот у нас есть студент Андрей Баринов, зачем ты поступил к нам в колледж, он уже тогда назывался. Но я посчитал, что раз бабушка хотела, ну, знаешь, мне кажется, у всех родителей есть такой вот, не знаю, как штамп, что ли, что вот там, неважно, сын или дочь, должны закончить сначала что-то такое серьезное. Ну, вообще, в принципе, мне не... Ну, да, чтобы потом не остаться, да, без работы. Ну, чем дальше, тем мне меньше ограничили в этом, и уже когда поняли, когда я победил в проекте, большая разница, уж тогда мне сказали, делай, что хочешь. В смысле, ну, творчество уж точно, то есть я уже тут никого не спрашивал. Ну, в принципе, я вообще рано стал самостоятельным и уехал из Перворожска достаточно рано. Давай, мы по этому поводу с тобой продолжим говорить чуть-чуть попозже, а прямо сейчас я хочу, чтобы наши дорогие зрители и слушатели услышали уже, наконец-то, какую-нибудь интересную пародию. У тебя есть какой-нибудь твой любимый артист? Ну, знаешь, мне все любимые, всех, кого я пародирую, я им как-то не выделяю, просто есть те, кто больше, более узнаваем публикой. Ну, с кого бы ты хотел начать? Не знаю, для... давай, наверное, Сагутина Леонида и Анжелики Ворон. Ой, с огромной радостью. Потому что, знаешь, они даже семейный скандал умеют превращать в хиты под аплодисменты радиослушателей. Ох ты, друзья, и телезрители, и слушатели мы смотрим. Да, все вживую. Так, у нас небольшие, да, перестановки. Ну что, я готов. Можно хлопать чуть-чуть. Так, эй. Сотни картин есть в нем, где-то я буду всегда с тобой, буду твоей женой. Маму возьмем с собой, тетю возьмем с собой, кошку возьмем с собой, крысу возьмем с собой, будем жить всей семьей. Нет, лучше давай развод, видеться лишь раз в год, где-то с тобой под водой в тайне. Я буду тебе звонить, буду тебя любить. Только на расстояние. Я, 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 я. Вот как-то так. О, браво! Наша студия рукоплещет в лице меня, ну и, конечно же, всех наших зрителей и слушателей. Слушай, ну помимо того, что у тебя меняется голос и действительно просто не отличить от артистов, у тебя же и мимика тоже меняется полностью образ. Сейчас я немножко скалявил, знаешь, потому что больше делал уклон на голос. Ну вообще в целом, конечно, когда я делал номера, это, ты знаешь, у Леонида так характерно, он с одной стопы на другую, то есть такая как бы легкое плавное движение. Конечно, эта мимика и пластика, она очень важна в пароде, потому что, ну, это более воспринимается для зрителя, как-то дает больший эффект, я бы так сказал. Ну здорово. Давай тогда сейчас прервемся на небольшую музыкальную композицию, а совсем скоро продолжим. Поэтому, друзья, ни в коем случае не переключайтесь, все самое интересное в вечернем эфире на телерадиоканале «Страна.ФМ». Вечерний эфир на телерадиоканале «Страна.ФМ» продолжается. Здесь я, меня зовут Маша Нова, и сегодня у нас в гостях многоликий артист-прадист Андрей Баринов. Андрюха, привет тебе еще раз. Всем привет. Да, всем привет. Да, друзья, наши дорогие зрители и слушатели, я вам хочу напомнить, что вы можете также присоединиться к нашей беседе, заходите в наши соцсети, в нашу группу ВКонтакте, обязательно задавайте Андрею свои вопросы, ну или пожелания, кого бы вы хотели сегодня в эфире у нас услышать. Вот Андрей уже исполнил Анджелику Варуму, Леонида Агутина. По-моему, это было очень талантливо. Да? Тебе часто вообще говорят комплименты артистов? Ты же с ними общаешься? Ну пишут, ты имеешь в виду артисты? Да. Ну слушай, ну не всегда. Или обижаются? Да нет, ну вот единственное, кто обижается, это его Любовь Испенская. Это был реальный случай. Ей не понравилось? Она два раза звонила, ну у меня просто был текст не очень корректный, наверное, по отношению к ней, но это было по глупости, знаешь, потому что, ну, это было, может быть, года три назад. Я предполагал, что она может обидеться, но как-то все сказали, там режиссер сказал, что это все нормально, дело не бойся. Но я как бы это сделал, там достаточно был смешной текст, но оказалось, это реальная история из ее жизни. И она мне даже звонила два раза, и мы с ней вот по поводу этого разговаривали, я извинялся, но мне не было вообще никогда, знаешь, задачи кого-то вот обидеть, оскорбить. Обидеть, ну да, у тебя добрые пародии. Я наоборот хотел как бы вот за счет этих пародий, как бы, знаешь, наоборот, можно что-то совместно сделать с артистом, потому что с некоторыми артистами я что-то делал подобное. Но вот с Любовью Залмановной я бы очень хотел спеть дуэтом в плане вот именно пародии. Я думаю, сейчас она нас услышит. Любовь Залмановна, простите меня. И обязательно, да, сама напишет тебе. Слушай, ну а вот ты говоришь по поводу того, что со многими артистами ты уже записывала какие-то дуэты, или какие у вас были совместные проекты? Это с кем, например, о ком идет речь? Ты знаешь, было такое, что новогодние съемки я делал, по-моему, дуэт с Кадышевой, с Надеждой, мы пели. Ну мне буквально там за дня три сказали, сможешь делать Надежду Никитичину? Я говорю, ну я попробую. И вот буквально за три дня я сделал голос, потом с Колей Басковым мы пели неоднократно. Я в образе как раз был Любови Успенской в Новый год, он был в образе Коли Баскова. Еще с кем я пел дуэтами? Слушай, даже не вспомню. Ну смотри, вот речь сейчас как раз-таки пошла и о Николае Баскове, и о Любови Успенской. Может быть, мы что-нибудь исполним из этого репертуара? Ну конечно, вообще, знаешь, без Коли ни один праздник не обходится, ни один концерт. И всегда это очень ярко. И ты знаешь, у меня такая история, связанная с Николаем, я давно уже попросил для своей программы подарить пиджак. Знаешь, чтобы у меня был такой яркий пиджак? В стразах, скажи мне. Да, весь в стразах пиджак, он такой в пайетках, вышитый вручную. И я говорю, Коля, если у тебя есть что-то старое ненужное, ты можешь мне подарить? И он говорит, ну я посмотрю что-нибудь. И он, знаешь, проходит там буквально несколько дней, он пишет, вот у меня есть там пиджак, я тебе его отправил в машину. В общем, там такой реально красный, синий пиджак в пайетках весь. И в общем, я сейчас в нем, когда там концерт, у меня какая-нибудь, не знаю, выступление, выхожу весь в стразах. Знаешь, я как-то от этого стиля наоборот ухожу. Почему ты не в нем сегодня пришел, Андрей? Если пародировать Николая, ты просто понимаешь, ну, необходимость, поэтому... Я прекрасно понимаю. Одна история еще, мы с Коля как-то, первый раз, когда я только его вот так вот воочию увидел, он сказал, какую песню мою поешь? Я говорю, шарманку. Он говорит, нет, ну шарманку петь не надо, нужно петь натуральный блондин. Натуральный блондин, я сейчас и спою тогда, поехали. Давай, да, мы с огромной радостью послушаем и посмотрим. Поехали. Коля еще вот так вот ручкой сделает. Дорогие друзья, все руки наверх, не переживайте. Я всего лишь причина вашего прекрасного настроения, страна МФМ. Эй, на-ра-ра-вэй. И ручкой, и ручкой вот так. Друзья, всем хорошего настроения. Поехали. Мне совсем не надоело Ездить пока по красивым, ну правда. Каждый день могу я смело Покупать в Москве квартиру. Я очень благодарен, Что меня вы пригласили. Дело тут не в гонораре, понимаешь? Лишь бы мне цветы дарили, Лишь бы мне Цветы дарили друзей все вместе. Натуральный пион Дороже мне, чем миллион. Я сам, как сказочный цветок, Пустил в эстраду корешок. Натуральный нарцисс, Я ароматнейший артист. Маш, я пахну там, и тут, и здесь. И даже пестик тоже есть. Даже пестик тоже есть. Друзья, если вы не встретили свою первую любовь, То знайте, что это я. Ла-ла-ла-лей. Маш, подпывай, ты знаешь текст. Я знаете? Сейчас пойдем, копьемся. Хорошо, я попробую. Натуральный блондин, Я не умею. В эту страну такой. Один. Ищу вас, Мои дорогие зрители и слушатели. Если вы не встретили свою первую любовь, Знайте, это я. Браво, браво, Николай. Просто язык не поворачивается сказать Андрея. Спасибо. И Николай, вы как всегда бели колено. Андрюх, но на самом деле, Тексты кто тебе пишет? Неужели ты сам все это придумываешь? Ну ты знаешь, тут такая история, Потому что с текстами я вообще По большей части беру какую-то идею, Допустим, или там Понимая, в каком направлении нужно двигаться, Именно вот, допустим, в номере, А авторы дорабатывают уже Непосредственно сам текст. У меня вообще, Мой первый сольный концерт построен На моей, так скажем, биографии. Я рассказываю о том, Как я вообще в шоу-бизнес попал, И о том, что со мной происходило На всяких разных этапах. Там, когда я ездил на кастинг проекта, Большая разница, как я победил. Я все это рассказываю, От своего, как бы так, Своей точки зрения. Такое, знаешь, вот когда Человек попадает и меняется вокруг Абсолютно все. И я вообще думал, Что в шоу-бизнесе все через постель, понимаешь? Но мне в момент тот, Когда я поехал на фестиваль, Большая разница, было 18 лет, да? У меня в пародии было опыта больше, Чем в постели. Но я приехал на кастинг, Си ЦК, над всем хихикает, Знаешь, я выступил, Он тоже похихикал, Говорит, далеко не уходите. Мне наоборот, раньше все, знаешь, Говорили, что я далеко пойду. Мы вам перезвоним. Да, но тут мама, как бы, Тут уважаемый в шоу-бизнесе человек. Спустя какое-то время он ко мне подходит, Говорит, Андрей, а чего вы от жизни хотите? Я говорю, раньше хотел в ГИТИС поступить, Понимаешь? И он сразу начинает на что-то такое, Как бы, говорит, вы такой молодой, Такой хороший. И мы вот думаем, брать вас или не брать? Я думаю, знаешь, сразу надо шутить. Я ему сразу сходу говорю, Перестаньте, Александр. Берите о жизни все. В вашем возрасте нельзя терять. Ни единой возможности. Добрый, дорогие друзья, С вами Иван Ургант. Браво. Ну, короче, это просто так я подвел. Слушай, ну это круто. Это феноменально, действительно. Ты знаешь, вот эта история, Я не понимаю, когда мне спрашивают, Как ты там пародируешь голоса, Я вот, допустим, Ивана слышал за кулисами, Когда вот был проект, И буквально вот, Перестаньте, Александр. Даже вот одна фраза, В его манере интонации, Она уже узнаваема. Слушай, ну, в принципе, Александр Цикало после этого Мог бы тебя взять в соведущей На большую разницу. Ну, возможно, но она уже закрылась, К сожалению, да. Ну, а как ты вообще попал на большую разницу, Раз уж ты сам затронул эту тему, С каким номером ты выступил? Кто там? Какие там артисты были? Вот, слушай, вообще, вот честно, Я вообще никогда не верил Именно вот в настоящие Какие-то вот проекты, Когда побеждают эти, Я клянусь, что я вообще Никакого отношения вот раньше, То есть к шоу-бизнесу, Ну, вообще ни к чему. Ну, ладно, ну ты же выступал На сцене ДК в своем городе. Я выступал у себя, да, местного ДК. И когда, я помню, Снял первый такой, как бы, промо-ролик И отправил его везде, И мне вот позвонили, сказали, Не хотите ли вы поучаствовать В кастинге проекта, Большая разница. Но я подумал, я знаешь, Ко всему вообще так отношусь, Как-то вот, ну, не доверяю, что ли. А, то есть тебя сами нашли И пригласили, да? Ну, пригласили, да. Я поехал одновременно поступать в ГИТИС И поехал одновременно вот на этот кастинг. То есть там было буквально все вот В один день. И в ГИТИС я не поступил, Потому что я еще заканчивал свой колледж, И мне нужно было получить диплом. Я как бы просто попробовать решил. Но на проекте, Когда я приехал на кастинг, Было куча народу. Я просто вот показал свой номер. Там, по-моему, показал Билана, Что-то вот тоже Баскова, Анжели Куарум в Аккургуте. Ну, то есть вот ярких наших представителей, Нашей эстрады. И мне сказали, Ничего не планируйте на, по-моему, август. В августе были съемки. Но я, знаешь, честно не поверил, Потому что думал, что так всем говорят. И уехал, уже все про это забыл. И никто не звонил, действительно. И ближе уже к августу позвонили, И сказали, что мы вас утверждаем. Там вот подготовили номер какой-то, знаешь, Помогали, то есть мы заранее приехали в Москву. И как раз были в тот год, в 10-м году были сильные пожары. И ты представляешь, помнишь, когда было все задымлено? Да, да. Я поехал из... Хотел полететь из Екатеринбурга в Москву. И отменили все рейсы. И, представляешь, я просто переживал. Думал, все, сейчас без меня там все эти репетиции пройдут. Я сел на поезд, и сутки надо было ехать. У меня был дикий нерв, Потому что я вообще не понял, что происходит. Ну, ты знаешь, как это происходит. Когда в жизни что-то вроде меняется. Ну, да. И ты вот весь уже вот находишься там. А что-то тебе мешает, препятствует. Поэтому, ну, знаешь, на самом деле... Но в итоге все случилось. Все случилось, все сложилось. Ты выступил. Я в это вообще не верил. И ты знаешь, когда это все произошло, Это как будто бы вообще не со мной. И все это как будто бы не наяву. Но в целом, как бы так скажем, впечатления остались очень положительные. В плане... Конечно, была зависть за кулисами. Было, знаешь, вот эти вот взгляды. Были обсуждения все разные. О, конкуренция. Но, с другой стороны, я давно уже научился отключаться от всего этого. Потому что иначе ты не сможешь существовать в этом мире. В итоге? Ты победил? Скажи мне. Я победил. Представляешь, мне... Причем объявили первое место. Его дали Виктору Чистякову. Есть такой пародист из Уфы. Но когда сказали гран-при, вручает Лариса Долина. Вот что самое интересное, с Ларисой Александровной тогда... Я немножко на нее обиделся. Она мне очень жестко высказала свое мнение по поводу там, что винокурс этого начинал еще кто-то. Я не... Знаешь, я больше, так скажем, мне кажется, отношусь к пародистам. Я всегда пытался максимально имитировать голос. То есть не сказать, что я там начал сразу с юмора. Мне интересно было максимально точно попадать в образ. Именно в голос. Поэтому, когда мне начали сравнивать именно вот с таким... Ну, как бы, Владимир Винокур, это больше шарш такой, да? Ну, понятно, да. Там нет такого уклона на вокал. Мне кажется, ты совершенно в другом жанре работаешь. Вообще в другом жанре, я считаю, с Максимом Галкиным у нас тоже, в принципе... Об этом мы поговорим чуть позже. Это прям отдельная тема. Хорошо. Друзья, дальше будет еще жарче, поэтому никуда не уходите. Оставайтесь с нами. Вечерний эфир на телерадиоканале Страна.ФМ продолжается. Здесь я, меня зовут Маша Новая. И у меня в студии по-прежнему талантливый артист, многоликий пародист Андрей Баринов. Всем здрасте, привет. Да, привет еще раз всем, кто только что к нам присоединился и подключился. Андрюш, ну вот в прошлом выходе ты уже сам затронул тему, что тебя не раз сравнивают с Максимом Галкиным. Как ты сам к этому относишься? И вы вообще в одном и том же жанре выступаете? Или все-таки у вас немножко отличается? Ну, жанр пародии все равно, наверное, пародия. Ну, я считаю, что все-таки немножко разная. И как бы сама подача разная. Мне кажется, я делаю больше уклон на вокал, Максим делает больше уклон на юмор в целом. Я тоже там что-то пытаюсь в плане, я имею в виду, так... Понимаешь, у Максима очень много разговорного жанра. Но тебя радует, что тебя с ним сравнивает? Или же все-таки немножко обижает? Я даже об этом номер сделал, если честно, на то, что нам постоянно сравнивают. Одни говорят, что я до нашего пародия за Максима Галкиным. Другие говорят, что я вообще-то молодой Галкин. Пародия до нашего же за Галкиным, пиджаки за Пасковым. Да, вообще, если честно, на старой Галкины еще не очень старой, поэтому... Но когда так сравнивают тебя впервые, это немного льстит. Потом, когда уже, знаешь, тебя в тысячный раз сравнивают, это уже немного бесит. А когда подходит сам Галкин и говорит, что это молодой Галкин, это уже даже как-то пугает. Вообще, конечно, не скажу, что мы с Максимом знакомы и неоднократно встречались на площадках концертных. Я не скажу, что мы... Просто многие действительно, может быть, потому что мы оба молодые и начинали именно в таком возрасте. И жанр один, поэтому, может, сравнивают. Поэтому, но те, кто больше так углублялся, смотрел мои номера, там, или, знаешь, Максима, я думаю, что все-таки разницу увидят. Я с большим уважением отношусь к Максиму. Я считаю, что это очень высокого уровня артист, очень классный у него номер. Слушай, ну вообще, это такой уникальный жанр, в котором, я тебе скажу, не каждый сможет, в принципе, работать и выступать. Нужны какие-то специфические знания и так далее. Вот если просто научиться петь, да, нужен педагог по вокалу. А вот чтобы именно... Да не обязательно даже, мне кажется, нужен педагог. Ну, можно там и самому, да, но есть такой человек, который может научить. А вот есть такой педагог, который именно обучает таким пародиям голосовым. Ну, ты знаешь, вот посмотрев проект типа «Один в один и ты точь в точь», я видел, что там есть преподаватели. Но они как бы вот в целом описывают какие-то манеры, жесты, примерно куда направить голос, там, внутри аппарата он... Я вот даже не знаю, если честно, я бы не смог, наверное, объяснить, что я меняю, когда я пародирую того или иного артиста. Потому что это как-то вот внутри меня происходит, там, какие-то вот передвижения. Я не знаю, честно. Но, может быть, есть люди, которые умеют преподавать. Я один раз обращался вот к человеку, который преподавал в «Один в один». Мне нужно было за короткий срок поставить номер, мне нужно было сделать номер ретро. Там я пародировал Клавдию Шульженко, Магомаева, Никулина. Ну, вот, то есть такой ретро-блог. И мне нужно было вот вкратце, мне просто было интересно понять, действительно ли человек может объяснить вот именно вот эти все характерные, так скажем, особенности в голосе, там, в движениях-то это одно. А в голосе интересно было узнать. И я понял, что в целом, конечно, немного проще становится. Потому что, вот знаешь, когда делаешь пародию, необходимо, чтобы кто-то со стороны всегда наблюдал. Ну, конечно. Я всегда родственников, так скажем... Они у тебя оценивают все твои выступления, да? Они у меня оценивали всегда все мои пародии. Я всегда, вот знаешь, когда записываешь и потом слушаешь, это вообще не то. Вот нужно, чтобы сразу кто-то сидел, смотрел. И я всегда спрашиваю, похоже или нет. И я сразу стараюсь в течение вот в ходе этого номера, извиняюсь. Вот я тебе подхожу, вот я сижу, смотрю, может быть, тогда что-нибудь исполним. А я тебе скажу, похоже или нет. Ну, давай сам вот такую, знаешь, вот я постоянно, когда делаю на концертах пародию на Филиппа Киркорова, это определенно какая-то своя история. Филипп такой яркий артист, он выходит... Ну, давай не буду рассказывать, я просто сейчас пою. Да, давай не будем спойлерить. И песню хочу спеть, знаешь, которая связана с плагиатом. То есть вот Филиппа обвиняют, многие обвиняют Филиппа в плагиате, а я считаю, что Филипп Киркоров просто замечательный пародист. Встречайте, Филипп Киркоров. Ух, друзья, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знал, я не знал, но все равно буду брать чужие песни, Ведь петь их куда интересней. Я все сказал, я все сказал, я все сказал. Филипп Киркоров сказал все, но Андрей Баринов еще сказал не все. Можно я еще, если у нас есть время? Да, есть, конечно. Так, как... Аплодисменты на своих концертах. Аплодисменты, да. Понимаешь, как это происходит? Смотри. Как Филипп Киркоров просит аплодисменты на своих концертах. Если хочешь идти, можем вместе. Иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути. Ничего уже. Не вернуть. Здесь он уходит. Но обещает вернуться. И снова, да? Еще раз песочка. А подожди, это еще не все, да? Сейчас будет продолжение. Аплодисменты пошли. Только знай, что в конце пути. Ничего уже. И знаешь, тут можно как Николай Басков. Потому что когда много Киркорова, надо Николай Басков. Ничего уже. Не вернуть. Спасибо всем. Я люблю вас. И коля всегда пойдет. Я люблю вас. Страна ФМ. Всем хорошего настроения. Я люблю вас. Да. Всем любви, счастья и добра. И в конце, естественно, не хватает только маленького акцента. Потому что все дети, девушки, женщины выносят цветы. Все, друзья, на этой позитивной ноте прервемся совсем ненадорго. Ненадорого, а ненадолго. Дальше еще больше, еще интересней и энергичней. Оставайтесь с нами. Вечерний эфир продолжается. Андрей Баринов, давай не будем сразу же тратить времени на твои представления и так далее. Я думаю, что все, кто нас слышат и смотрят, сейчас сами в том убедятся, что ты талантливый пародист, разговариваешь голосами наших многих артистов. Я ими больше пою, не разговариваю. Ты мне сейчас тупик хочешь поставить. Ладно, ты же тоже в связке у тебя есть, ты говоришь голосами в том числе. Скажи, а как ты вообще перед выходом на сцену разминаешься? У тебя есть какой-нибудь ритуал? Какие упражнения ты делаешь? Я даже нет, знаешь, я... Или сразу, эх, друзья, есть? Ну нет, я чуть-чуть настраиваюсь. Я приседаю так, знаешь, на такой немножко адреналин, чтобы вот прям, знаешь, боевое такое действие, и все, я ухожу. А, ты приседаешь? Ну я приседаю, настраиваюсь так, немножко вот себя настраиваю, что вот такая должна быть подача немножко. Ну я не буду тебя сейчас заставлять приседать, у меня есть для тебя немножечко другое задание, оно творческое. Наверняка знаешь какие-нибудь скороговорки. Со штангой, знаешь, мне я представил так. Да, приседай и говори скороговорки. Знаешь какие-нибудь скороговорки? Да, честно, вот даже в голове сейчас нет. Ну шла, это не скороговорка. Шла там, да, Саша по шоссе? Да, шла Саша, потом что еще, лаврировал, да, но это я точно не выговорю. Окей, но, друзья, у меня сегодня не обычные скороговорки, это звездные скороговорки прямо сейчас на телерадиоканале «Страна и ФМ». Я их придумала специально для тебя. Но так как это скороговорки, конечно, их надо говорить быстро. Ну и так как ты пародист, прошу говорить именно голосами тех артистов, которые ты здесь увидишь. Прошу. Давай, одну ты, одну я. У меня тоже есть подводочки маленькие, но я, естественно, не умею пародировать, поэтому я буду просто их зачитывать. А подожди, мне нужно голосом вот про того, про кого скороговорка. Про того, про кого скороговорка, да, давай попробуем так. Трофим, да? Да. Турфирме Трофима фартанулас фартум. Это хорошо? Подожди, ну это же скороговорка, она же быстро должна. Турфирме Трофима фартанулас фартум. Ну примерно что-то, давай выбрасывай ее. Иван Урган. А нет, подожди, следующая я. Про Андрея Малаховой. Так, Малахольный Андрей Малахов не хохал, да ахал. Как тебе? Прошу, мастер-класс. Иван Урган грубо отругал друга. А, браво, вот это было удачно. Итак, сейчас Ачимаков нашел чучело в черных щелочках. Николай Басков перед сном наносит колбасную маску. Это моя любимая. Вера Брежнева небрежно надела одежду Брежнева. Филипп Киркоров на Филиппинах, как мне, было круто. Подожди, я тут просто пытаюсь настраиваться, я же их не видел. Филипп Киркоров на Филипп... Филипп Киркоров на Филиппинах запутболил ворота Фину. Браво. Я все сказал. Дальше. Отличная точка. Сергей Зверев от Зверобоя зверел. Ну ты их, ты их видела заранее, скажи. Ну естественно, я же их сама писала. Понятно. Алла Пугачева пугала-пугала-пугала Галкина. Да не выпугала. Слушай, а у тебя есть пародия на Аллу Пугачеву? Ну конечно есть. А может быть мы сейчас ее как раз таки не вспомним? Ну только вокальной нету. Вокальной нету. А, вокальной нет. Есть голосовая. Поехали дальше. Твоя очередь. А, моя очередь, да. Кристина Арбака, это Абакрала, адвоката, акробата. Ну, круто. Давай это закончить, потому что Варума, я ее не смогу так это... В шоуруме Варум... 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 Короче, оставим. Все, спасибо. Нет, давай я ее тогда скажу. В шоуруме Варум Варума нарыла. Нару! Ну что ж, поставим в точку. А ты сам это придумала, да? Да, тебе нравится? Да, браво. Да, спасибо. Давай тебе попал вир. Хоть кто-то похвалил меня за время вечерних эфиров. Андрюш, ну естественно, мне очень хочется тебя попросить, может быть, еще что-нибудь исполнить, потому что, конечно, очень много сообщений к нам поступает, и ватсап, и вайбер, и вконтакте. И, естественно, все просят, какая вообще твоя любимая пародия? Я говорю, что все пародии, они любимые. Но сейчас я бы хотел сделать вот такую пародию на Григория Викторовича Лепса. Поехали. Прошу тебя. Много лет уже прошло. Сделай это. Много лет уже прошло. Поехали все. Подобавшим голосом. Много лет уже прошло. Много лет уже прошло. Прошло много лет. Я давно суперзвезда. Волвью в трех оттамах я Сомни песен у меня Но одна со мной всегда Спел про самый лучший день А в юге разорвал толпу Но закончится концерт Если этой песни Меня просто разорвут Я прошу все вместе Только Рюмку ватки все хотят А по десять раз подряд Песню очень просто подкрывать Когда выпил рюмак пять Водки Спасибо большое всем Да Такая импровизация, знаете Слушай, ну это здорово. А если вам вдвоем вместе с Григорием Лепсом что-нибудь исполнить? Кстати, с Григорием Лепсом бы я очень хотел спеть Прям Мне кажется, это будет очень классно Да, это же будет просто полный разрыв А у тебя есть вообще какой-нибудь артист, которым ты мечтаешь исполнить? Может быть, это в России Или какой-нибудь зарубежный артист? С кем бы я мечтал спеть? Да Слушай, ну я бы со всеми хотел спеть практически с зарубежными артистами Ну и с русскими бы тоже Понимаешь, тут смотря как Если своим голосом, то это одно А если пародия, то это другое Ну вообще, мне кажется, знаешь, делать дуэт с артистом Это очень классно в плане пародии Потому что когда делаешь отдельное, это одно А когда визуальное, сразу наглядное Это совсем другое Но я думаю, что все впереди Потому что уже с самыми яркими артистами Я сделал вот с Киркором осталось только сделать С кем еще? С Успенской? Да, ну и как раз таки с Лепсом Я тебе этого жила Слушай, ну а ты говоришь вот своим голосом или же не своим? Ты своим голосом поешь? Слушай, ну это у меня сейчас отдельная история Я очень хочу сейчас делать что-то сольное Еще помимо пародий Не говорю, что хочу заканчивать с пародиями Но параллельно можно еще и сольный проект Вообще, вот у меня мечта Это музыканты, это своя группа, это свой коллектив Это живая музыка, это кайф на сцене Это драйв, это вот понимаешь Хочется двигаться в этом направлении Поэтому я сейчас в поисках материала В поисках что-то своего Я думаю, что это не помешает никак творчеству Котором я уже занимался Поэтому очень хочу пить своим голосом Поэтому надеюсь, что в будущем это сбудется Я думаю, что уже в ближайшем О, здорово! Мы ждем твои хиты Ну а сейчас послушаем какой-нибудь другой хороший хит Прервемся ненадолго Друзья, просто не сбавляя обороты Продолжаем провожать сегодняшний день Ну и, конечно же, по той голоса Замечательного пародиста Андрея Баринова Который сейчас нас еще порадует Каким-нибудь выступлением Да, Андрю? Я хочу сделать пародию на Любовь Успенскую Мы столько о ней говорили Да Ну ты знаешь, там самое главное Вот мимика, это лицо Вот кто смотрит эфир Это вот примерно вот такое лицо К нему добавляется голос И нужно делать интонацию То есть, знаешь, как будто А пропадаю я Пропадаю я И мелизма обязательно Поехали Любовь Успенская Встречаем, друзья Мама, что мне делать? Я устала быть одна И уже давно я Не хочу быть влюблена Пропадаю я Пропадаю я Мама, ради Бога Позвади своему друзьям Там же оставался Еще кто-то из армян А выбираю я Но правда И не сердцем выбираю я Давайте все вместе За кого, за кого, за кого Угодно выйти Я согласная Я согласная Хоть кривой, хоть косой Это лучше, чем одной Теперь-то знаю я Теперь-то знаю я А ты сама, ты сама А ты сама ведь говорила А мне пора съезжать Мне пора съезжать А быть одной, быть одной А быть одной невыносима 25 Маш, ты снова сделаешь такое лицо Давай вместе попробуем Раз, два, пять Раз, два, три А до него, а до него Я смотрю и понимаю Пропадаю я Супер, сейчас еще раз Получилось? А ничего, а ничего, а ничего А до него, о нем не знаю Пропадаю я Еще раз Супер За него, за него Все отдам и потеряю Пропадаю я Спасибо Сейчас пою еще с тобой вместе И теперь, и теперь Страна ФМ чувствует, что судьба другая Не моя Не моя Да Спасибо Вот так и становятся талантами Популярными артистами Спасибо тебе за мастер-класс Давай споем Симпли за бест Ну, Тернер Ты знаешь, очень сложно Там повторить движение За ней Потому что, ну, понимаешь, да Но голосом хочу попробовать Ты знаешь эту песню? Да, конечно Давай попробуем Симпли за бест Ну, у меня, конечно, плохо получается Поехали Давай Поехали Give me everything I need I'll give my life And I want your dreams I'll speak a language You want to repeat me You keep me wrong Давай припев вместе Take my heart Make you strong Baby Раз, два, три You're simply the best Все, если кто за рулем! Я вот так. А я потом сел. А я потом сел. Я сел. Я знаю, что все. Все. Я вступил в письменно. Я вступил в письменно. Я вступил в письменно. Друзья, все вместе! Я прошу, вся страна! Раз! Раз! Два! Три! Поехали! Листовочка. Давай вместе. Спасибо. Спасибо. Андрей, ты не забывай, что я все-таки не пою. Это не мой конек, это все-таки твой. Зато я сегодня спел. Я как баскал. Если я начну, то я не остановлюсь. Или как Кобзон. Смотри, к нам приходит огромное количество сообщений. Ну и все спрашивают у тебя, чем ты сейчас занимаешься? Где сейчас тебя можно увидеть? И, может быть, ты поедешь в ближайшем будущем в гастрольный тур по городам России? Да. Ну, знаешь, вообще вот не могу так сказать. У меня какая-то сейчас деятельность, она больше такая в частных форматах. Делать концерты пока как-то вот, не знаю. У меня в том году было достаточно много концертов сольных, я имею в виду. Но вот сейчас почему-то как-то именно концерты сольные, я не знаю. Я все как-то, знаешь, коплю энергию и силу. И все-таки хочется быть более узнаваемым в нашей стране, чтобы собирать, знаешь, там полные залы. Поэтому я считаю, что вот, знаешь, очень сложно стать звездой. Особенно, если ты родился в Перуральске, я до сих пор не могу. Поэтому вот, знаешь, когда буду уже узнаваемым, буду всех на слуху, тогда будет, наверное, гастрольный тур большой. Поэтому все, кто меня знает, приходите, конечно же, если вот в ближайшее время что-то будет. Может быть, в Москве. Просто неоднократно предлагали сделать даже в Кремле уже концерт, в небольшом, в малом зале. Но я пока очень осторожно к этому отношусь. Я считаю, все-таки это такое, знаешь, нужно к этому прийти. Друзья, почаще смотрите телевизор, потому что Андрей Баринов очень часто появляется всевозможная программа. На телевидении всегда, да, конечно. Сейчас будет концерт. Вот в октябре, я знаю, что будет большой концерт в Кремле. Я тоже буду в нем принимать участие. Вот, как раз, пожалуйста. Да, кстати, я сейчас начинаю вспоминать, понимаешь? Можно уже покупать билеты. В каких числах он там будет? 19 октября. Вот. В Кремль. Приглашаем всех. Летом в Сочи. В Сочи. Это где-то, наверное, июнь. Я бы точную дату не скажу, но буду в Сочи выступать. Мы все посмотрим на твоем сайте. У тебя же есть официальный сайт. Лучше в Инстаграме, да. Да, друзья, все смотрим. Подписывайтесь на Инстаграм. Баринов Андрей. Следим за Инстаграмом Андрея. Ну, еще приходят вопросы. Все спрашивают, как покорить Москву? Так как ты не коренной москвич, вот как, собственно, сделать так, чтобы она тебе покорилась? Я не знаю. Я вот ее стараюсь покорять все время. Всячески. Всячески. Ну, ты знаешь, на самом деле, оно как-то вот получается, оно идет само собой и как-то, я не знаю, постепенно, наверное, я так, знаешь, очень. Я однажды просто взял все вещи собрал, потому что я какой-то период, я был постоянно наездами такими, знаешь, из Москвы в Перуальск, там, туда-обратно. А потом просто взял, загрузил машину, представляешь, всю обувь, которая у меня есть, электрофоно, все мои вещи. Вот самое смешное, что оно такое полнооктавное, в дереве, я это все положил в маленькую машину. Ну, не маленькую, но просто купе была у меня. Так, и? И, короче, я просто взял и поехал в Москву в никуда. И переехал. Ну, и тут все закрутилось, завертелось. И мне самое смешное, что я там и в общежитии жил, при Китисе и везде, и у меня все находилось, вся моя жизнь в машине. Я выглядывал в окно и думаю, если ее сейчас угонят, получается, что все, что у меня есть, находится именно в ней. В общем, Андрюха, я желаю тебе, чтобы ты уже наконец-то покорил Москву, чтобы ты сам был в этом уверен. Я желаю тебе больших творческих прорывов. Ну и, конечно, пусть твоя звездная копилочка пародий тоже каждый раз пополняется. Спасибо. И аудитория поклонников тоже растет. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всем хорошего настроения. Всем хорошего настроения. Пока, пока. Пока.